Итак, библейский взгляд на деньги. И первое, на что я хотел бы обратить внимание, это положительную сторону денег. Поэтому, когда мы с вами заводим речь о серебре и золоте, Бог его создал и сотворил, и Он владелец. И так как наши деньги не являются целью, самоцелью, поэтому одна из положительных сторон денег — это то, что это прекрасное средство обмена. То есть это валюта. Поэтому изобретение денег позволяет нам не просто товарообменом заниматься, но из-за того, что появилось такое понятие, как валюта и деньги, нам гораздо просят сейчас вести торговлю. А также это способ обозначить ценность той или иной услуги или продукта. И деньги — это также хороший способ поддерживать экономику и ее надлежащее функционирование. И, как мы знаем, благодаря хорошей экономике производятся материальные ценности. И это мы сейчас с вами говорим о положительной стороне денег. И также вы должны знать о том, что хороший доход позволяет вам обеспечивать себя и свою семью. Мы можем деньги откладывать. Из-за того, что это в денежном эквиваленте, вы можете их как-то откладывать. На какие-то непредвиденные события или на старость. И также деньги могут послужить средством для обучения. Благодаря деньгам вы можете строить свой характер и вашу внутреннюю сущность. Также мы можем раздавать деньги и таким образом служить благословению. Деньги — это также способ прославить и поблагодарить Бога. Мы можем использовать деньги для того, чтобы быть свидетелями о Боге. Мы можем приобретать друзей, вкладывая деньги в людей. Поэтому деньги — это великолепный инструмент. Поэтому странно слышать, когда некоторые христиане говорят, что деньги — это зло, это что-то плохое и ужасное. А деньги могут быть плохими только в одном случае, когда они становятся вашим хозяином. Когда деньги становятся самоцелью вашей жизни. И когда вы не распоряжаетесь деньгами, как своими слугами. То есть, это означает, что не вы человек, который имеет деньги. То есть, вы не тот человек, который решает, что делать со своими деньгами. Наоборот, деньги владеют вами. И деньги определяют, что вы будете и что не будете делать. И также мы знаем, что любое благо можно использовать в негативном чумпе. Потому что мы знаем, что деньги несут в себе определенную долю власти. Деньги могут сделать вас сильным и влиятельным человеком в обществе. Что приведут к вашей независимости от Бога. И затем деньги сами по себе становятся идолом. И это то, что мы наблюдаем очень часто на Западе. И это то, с чем я сталкиваюсь каждый день. Из-за того, что у нас есть деньги, мы считаем, что нам Бог больше не нужен. Мы сами можем контролировать и покупать все, что мы хотим. И контролировать жизнь. И мы нам полагаем, что можем контролировать больше, чем на самом деле. И мы полагаем, что мы становимся Богом из-за того, что мы процветаем и обладаем деньгами. И мы забываем о том, что Бог является автором и всего благополучия, и всего благого, что есть в нашей жизни. И даже я, как христианин, должен сражаться с этим каждый день. Бороться. И не забывать о том, что не я все это делаю. И не я что-то произвожу. Но что именно Бог является источником моего благосостояния, благополучия. И Он определяет результаты. А теперь другая негативная сторона денег, это то, что потери вызывают в страхе. И что мы слишком полагаемся на наш капитал. Вы знаете, иногда люди теряют сон из-за того, что боятся потерять еще больше денег. И, скорее всего, вы слышали о крупных банках, у которых переживают кризис. И, возможно, вы слышали об одном известном немецком банкире, который бросился под поезд из-за того, что потерял огромную сумму денег. И один китайский капиталист, он укреплял фундамент своего дома, из-за того, что он больше не доверял банкам. И он хотел перенести все свое имущество, вот, как бы, в подвал своего дома, укрепленный, для того, чтобы спокойно, так сказать, спать. Поэтому деньги несут в себе и возможности их потерять. И чаще всего это происходит, когда деньги становятся самоцелью, а не средством. И когда вы осознаете, что существует духовная борьба, когда вы осознаете, что есть духовная сила, стоящая за деньгами, тогда вы начнете понимать, что вы правильно их используете или нет. И теперь первый симптом, как вы можете распознать, что происходит в вашем сердце. Это находится в Матфея, 6 главе, с 19 по 24 стихи. То есть, там речь идет о оке, о глазе. И Иисус говорит о том, как вы смотрите на этот мир, и как вы смотрите на других. И Он говорит, что если вы рассматриваете этот мир только с перспективы денег и процветания, то вам следует вырвать глаз и выбросить его, потому что Он гонит вас в неправильном направлении. И Он говорит, что вы не можете служить двум господам. Вы знаете, и то, как мы смотрим на какие-то вещи, как мы их воспринимаем, как мы их понимаем, о многом говорит о состоянии нашего сердца. И вопрос в том, что чаще всего крутится у вас в голове на протяжении дня, как побольше денег заработать. Или, допустим, вы, я завидую тем парням, у которых много денег. То есть, а, им легко, потому что они богатые. Когда целый день у вас скрутятся вот эти мысли, или вы думаете о том, о всех каких-то улучшениях своего материального положения, что вы хотите купить это или то, но не имеете возможности, то вы охвачены этой нечистой силой. И Библия называет это мамоной. И вы знаете, я 10 лет назад занимался обучением именно в сфере акций. Я учился об этом, я вложил личные деньги. И вы знаете, это как раз повозникло тогда, когда вот раздулся этот мыльный пузырь, скажем так, в интернете, и потом лопнуло все. То есть, цены вырастали, и акции, соответственно, возрастали в цене. Я на том этапе зарабатывал деньги. И затем я думаю, ну, наверное, эта инвестиция долгосрочная. И затем я начал ежедневно изучать газеты. И затем каждые полдня я начал проверять в интернете информацию. И вы знаете, рядом со своим рабочим компьютером я поставил еще один экран, на котором показывались вот эти графики, цены, стоимость акций. И затем я начал, словил себя за тем, что я больше обращал внимание на правый экран, на правый монитор, где были, отображались вот эти графики цен акций, чем на свою основную работу. И затем я понял, это уже слишком меня захватило. На сегодняшний день это диктует мою жизнь. Это управляет моим мышлением. И что я сейчас нахожусь в заключении, в рабстве этой силы. Поэтому я все продал. И прекратил когда-либо этим заниматься. Потому что я не мог внутренне с этим справиться. Я был слишком слаб для этого. Возможно, некоторые люди могут сделать это со здравым рассудком, с здравым подходом. Я только приветствую это. Поэтому вопрос не в том, чем вы занимаетесь. Вопрос в том, какая сила стоит за всем этим. Контролируете ли вы процесс, или процесс контролирует вас? И даже дальше говорит Иисус о двух господах, двух хозяевах. И также Иакова в первой главе, третьем и четвертом стихах говорится. И Иакова объясняет это так. Что когда у вас два господина, и что вы не являетесь целостным человеком, то вы подобны волнам в море. Морские волнам. Они приближаются, приближаются к пляжу. И в конце они как бы отступают. И он говорит, что человек, который подобным образом живет, который желает все возможные достижения делать для Бога, но затем он как бы себя потом отступает в определенном смысле, потому что он не является целостной личностью. То этот человек даже может и не рассчитывать на то, что его молитвы получат ответ. Когда вы постоянно сомневаетесь в Божьей силе, и это, скажем так, перестает, Бог перестает быть источником вашей жизни, и затем больше вы начинаете полагаться на свои действия, когда каждый раз вы, получается, зависаете в пространстве между двумя мыслями, туда-сюда, туда-сюда склоняетесь. И написано, молитесь о мудрости. Не ждите, что Бог просто придет вам и просто ее подарит. То есть, вы должны стать человеком единомысленным, целостным. Вы должны быть на самом деле посвящены Богу и Иисусу. А Иаков тогда говорит, что в таком случае вы получите ответ на свои молитвы. Если вы жаждете получить мудрость от Бога по поводу того или иного решения, Бог дарует ее вам. Но Он желает увидеть ваше сердце. То, где вы находитесь в жизни, какое ваше положение. Затем в Луке 16 главе. И это как раз тот вопрос, в котором мы определяем, насколько мы надежны в малом. И это также симптомы для того, чтобы определить, какая сила стоит за вашей жизни. Поэтому, если вы хотите обмануть, например, на сумму 1 евро, и вы считаете себя таким умником, а Бог называет вас человеком ненадежным, неверным. И теперь, что такое 1 евро на Западе? Это ничто. Но Бог говорит, ради 1 евро ты готов поставить под удар доверие людей и все то, что я доверил тебе уже на этом этапе. Если ты, допустим, знаешь, что тебя никто не будет контролировать, и ты считаешь, что необязательно возвращает там по долгам, то для чего мне тебе давать больше? Вы знаете, возможно, это очень мощные такие сигналы, которые Бог посылает в нашу жизнь, для того, чтобы мы перепроверили, что в ней происходит. И они во многом говорят и указывают на то, кем вы являетесь и какова ваша жизнь. И затем в 1 посаде Тимофею 6 главе возникает вопрос один. Хочешь ли ты богатым быть? Если это и ваше единственное стремление, написано, что вы тем самым открываетесь для сил нечистых. Потому что все вот это зло, которое присутствует в этом мире, а все это укореняется в одном, в этом стремлении заполучить деньги по наживе. Теперь деньги сами по себе не являются злом, но вот эта жадность и та сила, которая контролирует все это, когда вот эта сила начинает вами руководить, вы начинаете двигаться в неверном направлении. Поэтому, когда у вас есть такая склонность сравниваться, когда вы начинаете завидовать, когда вы начинаете завидовать людям, то вы можете быть уверены, какая сила действует и стоит за вашей жизнью. И пожалуйста, молитесь об этом, чтобы вы приняли Божьего Духа, чтобы вы умерли для вот этих нечистых сил, для того, чтобы вы умерли для таких нечистых стремлений, о чем мы говорили сегодня утром, чтобы вы вознесли все это на крест, и чтобы вы во Христе воскресли для новой жизни, для новых стремлений. И все это, поймите, это процесс. Это не происходит в мгновение. Этот процесс по-прежнему происходит в моей жизни. Вы знаете, я по-прежнему стараюсь контролировать свою жизнь, пытаюсь. То есть, неужели ничего не работает в моей жизни? А вы знаете, когда что-то не получается в жизни, я говорю, ну, до без пяти-двенадцати я буду доверять Богу. А затем все, возвращается все это напряжение. Возвращается все это давление. И я начинаю сам изнурять себя. Я начинаю возвращать бразды правления над жизнью. Я начинаю форсировать события. И затем, за секунду-двенадцати, когда я уже начинаю понимать, что у меня ничего не выходит, я снова отдаю жизнь Богу. И я говорю, знаю, 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 ничего у меня не получается, прости меня за это. Скажем так, это не очень здравый подход в вере. Но, к сожалению, так по-прежнему в моей жизни происходит. Теперь, конечно же, я все больше становлюсь все более зрелым. И это не проблема. Теперь, у Бога нет осуждения по поводу вашей жизни и того уровня, на котором вы находитесь. А потому что в Римлянам 8, 1-2 говорится, потому что нет осуждения тем, кто во Христе, Иисусе. Возможно, мы осуждаем сами себя. Мы говорим, ну, но мы не такие хорошие верующие. Мы не люди веры. А мы недостойны Его благодати. Но не Бог же вам это говорит. Сатана говорит вам об этом. Приведу вам пример. То есть, такую сценку вам покажу. Нарисую. То есть, вы христианин. Это крест. Теперь все мы знаем, что перед крестом у нас возникает вина. После креста мы переживаем, что у нас нет никакого осуждения. Но все мы знаем, что несмотря на то, что наша жизнь как бы там, и идеальная жизнь, к которой мы все стремимся, она там. Но существует как бы зазор. И возможно, вы вот уже в процессе, вы там или там. Но по-прежнему существует определенный как бы зазор. И всякий раз, когда вы сталкиваетесь с вот этим промежутком, вы не можете назвать это виной, чувством вины. Вот здесь вина. То есть, вот эту вину вам навязывает, чувство вины навязывает сатана. Для чего он это делает? Для того, чтобы он вернуть нас в состояние до креста. А Иисус сказал, нет осуждения. Я разобрался с виной. Как можно переступить этот промежуток? А Он говорит, что этот промежуток можно переступить или пройти посредством роста. И Он говорит, Яна, пребываю с вами в этом процессе роста в эту идеальную жизнь. И все, что происходит в жизни в этом промежутке, хорошее или плохое. Я помогу, воспользуюсь Эддиным, чтобы помочь тебе возрасти и стать этим человеком. Человека, который вылеплен и сформирован в образ и подобие Христа. Поэтому, несмотря на то, что мы наблюдаем, как все эти силы работают и воздействуют на нашу жизнь. И мы ощущаем свои недостатки. Бог уже поместил что-то в ваше сердце. Не для того, чтобы вы чего-то стыдились. Но когда вы будете лучше узнавать себя, вы сможете понять и возрастать возрастать в образ и подобие Христа. И это очень важно. Потому что Бог производит какую-то работу в вашей жизни. Рост — это процесс. Предположим, вот маленькое дерево дуба. Ну, предположим, я бы поставил маленькое дерево дуба здесь на столе. Теперь, если бы я начал говорить с вами о дубе, никто бы не стал отрицать, что это именно дуб. И мы все представим, когда говорим о дубе, вот это огромное дерево, в котором птицы вьют свои гнезда. И мы можем сказать, ну, вот это настоящий дуб. Но никто не станет осуждать или отрицать, что это дуб только потому, что он маленький. Потому что мы знаем, что в конечном счете этот дуб вырастет в огромное дерево. То же самое происходит с нами, как христианами. Мы сыновья Божьи, дети Божьи. Мы святые. И если мы по-прежнему маленькие, как бы, Бог не позволяет никому осуждать нас, как не христиан. Потому что он уже имеет определенную картинку на небесах, где находитесь вы. И где он вас в итоге сформирует и слепит, вылетит в тот образ и подобие Христа, который он приготовил для вас. И когда люди начинают говорить, о, он не настоящий христианин. Он говорит, нет, нет, это неправда. Посмотрите на вот эту картинку на небесах. Вот таким он в итоге станет. Я даю гарантию по этому поводу. Я пострадал за это, я умер за это. Я пролил свою кровь ради этого. И поэтому я произведу это в нем. И если есть какие-то вопросы в процессе, это будет процесс. Но он вырастет в это огромное крепкое дерево дуба и станет таким, каким я задумал его. Поэтому когда у нас возникает чувство вины, стыда или несовершенства, и когда я говорил о симптомах и воздействии силы мамоны, то это очень часто происходит. Теперь вы должны понимать, что Бог открывает эти негативные явления в вашем сердце для того, чтобы позволить вам расти, а не для того, чтобы вас осудить. Поэтому, когда грех вскрывается, христиане, то для нас, как для христиан, это на самом деле благословение. На самом деле это позволяет нам расти и понять, кто мы есть на самом деле. Поэтому мы должны разобраться просто с симптомами. Поэтому библейская истина о жадности. В Библии жадность сравнивается с идолопоклонством. А теперь вот мошенники и хапуги они идолопоклонники и равны грешникам. Это то же самое, что грешникам. И написано, они не унаследуют Царство Божье. Теперь представьте наши церкви. Например, мы хотим, чтобы в церкви было определенное количество бизнесменов. Потому что, естественно, они дают деньги. Затем пастор начинает задумываться о сердце, о душе бизнесмена. То есть, на самом деле, им, в принципе, все равно. Вы знаете, многие пасторы рассматривают бизнесменов как банкомат. Но если вы не начнете задумываться о сердце бизнесмена, если вам будет наплевать, что у него происходит внутри, и вполне может быть, что он стал богат только благодаря своей жадности. И что при этом он, что вы сами допускаете в собственной церкви? Возможно, этот человек осуждает других людей. Возможно, вы как пастор осуждаете проституток или любых других людей. Но при этом вы приветствуете всех подряд бизнесменов, потому что они приносят деньги. И вы при этом не заботитесь и не печетесь об их душе и сердце. Библия говорит, нет, 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 нет. Все эти грехи на равных перед Богом. Если мы печемся о проститутках, если мы хотим усовершенствовать их жизнь, если мы заботимся об их сердце, об их душе, равным образом церкви мы должны заботиться и о бизнесменах, чтобы они стали здравомысленными бизнесменами, чтобы у них были правильные взгляды, чтобы это были люди с исцеленными сердцами, с исцеленной душой, и чтобы они правильно начинали вести свой бизнес. Потому что, когда они обогащаются в результате жадности и наживы, то это то же самое, что злодеяния в глазах Бога. И чем, на чем бы я хотел остановиться, это на ограниченной ценности денег. И в этой части мы рассмотрим с вами Эклиаста. И потому что я хочу, чтобы мы прочли это, потому что здесь описываются прекрасные результаты, когда мы становимся богатыми, что происходит. Значит, пятая глава с десятого стиха до конца главы. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. Какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Сладых сон трудящегося, мало ли, много ли он ест, но презыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего. Что мог бы он понести в руке своей? И это тяжкий недуг, каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер. А он во все дни свои ел в подьмах и в большом раздражении, в огорчении и в досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих. Каким кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которую дал ему Бог. Потому что это его доля. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, наслаждаться трудом своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его. Поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Теперь, какие уроки мы можем извлечь из ограниченной ценности денег? Теперь, конечно же, очевидно, что люди стремятся к большему. И сколько бы у вас ни было, у вас никогда не будет удовлетворения. И я знаю это на собственном опыте. Теперь первое, достаточно крупное в ваших глазах деньги или заработок, это хорошо. Но следующий шаг, это может быть меньшей ценности. И к третьему шагу, когда вы уже что-то предпринимаете, достигаете успеха, у вас уже нет внутреннего удовлетворения. Ну, представьте мою жизнь, когда я был в бизнесе. А у нас в один год был очень прибыльный год. И вы знаете, уже к маю месяцу я достиг всех финансовых целей, которые поставил для компании. Как вы думаете, я удовольствовался этим? Ну, я решил, нет, надо повысить свои цели и достичь 200-процентного результата. И поэтому мы начали трудиться изо всех сил для того, чтобы достичь 200-процентного. И вы знаете, в конце ноября я вернулся домой и ощутил такую внутреннюю депрессию. И моя жена задавала вопрос мне, «А что происходит?» И я говорю, «Все ужасно». Что я достиг вот к концу ноября только 180% своей изначальной финансовой цели. И вы, наверное, думаете, ты выжил из ума. 180% человек достиг, он бы стал человеком-легендой. А ты при этом ощущаешь и испытываешь депрессию. Пусть тебе будет стыдно. Позор тебе. И вы знаете, в этом и заключается сила и власть денег, что вам их никогда недостаточно. И затем написано, что их поглощают другие. И также привлекают неправильных друзей. И мы знаем это, что возникают разные люди, разные друзья, так сказать, и которые хотят от нас получить какую-то выгоду. Такие вот деньги могут привести к беспокойствам и не давать спать. И вы знаете, вы начинаете постоянно наяривать и названивать вашему банкиру и спрашивать там, в порядке ли ваши сбережения, растут ли они, все ли в порядке, все ли там, все вопросы взял возможность задавать. Вы знаете, во время кризиса я разговаривал с одним бизнесменом и он потерял где-то половину своего имущества. И он говорит, ну, ты бы видел мою жену, она вообще в подавленном состоянии. Она волнуется, она меня во всем обвиняет, она постоянно со мной ругается, но все, что тебе нужно знать. И он говорит, что несмотря на то, что у нас осталась половина от того, что мы имели раньше, она даже за сто лет эту половину не потратит. Поэтому, ну, ничего плохого такого не случилось. Трагедии не произошло. Но именно такое может произвести эффект деньги в вашей жизни. Во время неудач и несчастья они могут легко исчезнуть. Деньги вы с собой не сможете взять. И затем самый важный стих. В 19 стихе, пятой главе, Соломон говорит, «Недолго будут у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. То есть, и Бог дает нам в английском переводе силу наслаждаться ими. Соломон говорит, «Недолго ими». Поэтому вот эта сила наслаждаться тем, что вы уже имеете, она заключается не в сумме денег, которыми вы обладаете, а эта сила заключена в руке Бога. Если вы можете наслаждаться вашим благополучием, благосостоянием, если вы в состоянии наслаждаться своим богатством, все на самом деле за этим всем стоит Бог, и Бог обладает властью над этим, в конечном итоге вопрос не в том, сколько у вас есть, но если даровал ли тебе Бог вот эту радость и наслаждение. Поэтому это искусство денег, это на самом деле искусство смотреть на деньги, как на дар и правильно с ними обращаться. И я бы хотел завершить следующей молитвой. Она это из книги Экклезиастов, простите, из книги притчей, и мы ее прочтем. «Суету, ложь одолей от меня нищеты и богатства не давая мне, питай меня насущным хлебом, дабы присытившись я не отрехся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы я беднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Я надеюсь, что вы будете молиться так в своей жизни. Я очень признателен вам за то, что вы уделили время для того, чтобы посетить эти уроки и побыть с нами.